МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости 7-го канала в студии Евгения Петренко. И главная тема к этому часу. Лишение свободы вместо денег. Назначить истягину наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. В Красноярске вынесли приговор организатору нападения на инкассаторов. Школа. Быть или не быть? У нас уже пола в Абаканской протоке заболоченная. И точно такая же судьба ждет и нашу часть. Слушания по строительству школы в микрорайоне Южный берег собрали почти равное количество сторонников и противников. Противники опасаются экологических последствий. Медведи открыли купальный сезон. В Роевом ручье белым медведем наполнили бассейн. Арктические хищники тут же устроили водное шоу. 11 учеников школы космонавтики пожаловались на пищевое отравление. Один ребенок госпитализирован, остальным оказана необходимая помощь. Сейчас на месте работает оперативная группа. Изымаются образцы пищи, смывы рук персонала и устраняются обстоятельства произошедшего. Напомню, что совсем недавно в марте в этой же школе космонавтики отравили 17 учеников. Тогда в прокуратуре сообщили, что предположительно это произошло из-за антисанитарии в пищеблоке. В отношении шеф-повара возбудили административное дело. Также в октябре прошлого года родители учеников сообщали, что несколько ребят госпитализированы с болями в животе. Сегодня активисты из общественных организаций устроили проверку на складах, с которых еда поступает напрямую в образовательные учреждения. Такие проверки соответствуют принципам, которые ранее озвучивал губернатор края Александр Рус. Как поставщики проверяют продукты и будут ли их регулярно контролировать, расскажет Виктор Бородин. Утром мы получили. Часть уже ушло в 7 часов. Второй рейс у нас уйдет в 3 часа. Больше 40 школ и 200 детских садов Красноярска получают продукты питания именно с этого склада в поселке Соланцы. Директор организации рассказывает, в наличии есть все необходимое для правильного детского рациона. Крупы, молоко, овощи и фрукты сюда в основном завозят одни и те же производители. Тем не менее, несмотря на годы сотрудничества с ними, товар на складах проверяют регулярно. У нас есть ветеринарный врач, который отслеживает ветеринарные свидетельства. Есть товароведы, которые отслеживают декларации, не просто получив бумажку, а обязательно выходят они на сайт и проверяют, декларация действующая или не действующая. Но собственного контроля, особенно после случаев массового отравления продуктами, от другого поставщика мало. В истории с питанием важен и сторонний наблюдатель. В этой роли выступил Общероссийский народный фронт. Активисты решили отследить всю цепочку поставки продуктов в школьные столовые. Первая инспекция пришлась как раз на склад в Соланцах. По итогам проверки есть небольшие нарекания в части хранения продуктов, но в целом все хорошо, отметили активисты. Однако только на этом предприятия не останавливаться не планируют. Мы пройдемся по всем поставщикам, которые поставляют наши школы и детские сады продукты. И все, что нужно для питания детей. И сегодняшняя встреча, знаете, с одной стороны вызвала такое хорошее чувство в плане того, что поставщики идут на встречу и не боятся показывать то, что у них действительно есть. И такие проверки соответствуют принципам, которые ранее озвучивал губернатор. На одном из заседаний, посвященных проблемам школьного питания, Александр Рус объявил, что нужно тщательнее подходить к выбору поставщиков. Кстати, сейчас их в крае больше 60. А поэтому новые принципы контроля внедряют и в Центре питания. Именно эта организация является посредником между школами и поставщиками продуктов. Но самое главное все-таки не забугать проверками, а обеспечить открытость и прозрачность самой системы школьного питания. Мы еженедельно, с этой недели будем наши ресурсы публиковать отчеты по проверкам. Первые итоги есть. Наша страничка полном объеме практически заработала на сайте главного управления образования. Во всех школах практически созданы родительские сообщества, которые за питанием. И родители по своему графику работают. И смотрят, и какое меню, и какая рецептура, и как вообще организован процесс, и температурный режим лед. Добавлю, что только такой подход, когда родители, общественные объединения и власть сообща контролируют и делают систему школьного питания открытой и поможет быстрее найти решение существующих проблем. Виктор Бородин, Эдуард Баглай, Седьмой канал. В Красноярске утром снова массово эвакуировали школьников. Домой отправляли учащихся первой смены, вторую смену отменяли. Сообщения приходили как с правого берега, так и с центра, и с солнечного. Как сообщили в антитеррористической комиссии Красноярского края, в учебные заведения поступили сообщения об угрозах совершения террористического акта. И сейчас ищут отправителя этого послания. Напомню, месяц назад занятия в красноярских школах уже отменяли из-за того, что в учебные заведения пришли электронные письма с сообщением о якобы заложенной в здании бомбе. Ни в одной из школ взрывчатка тогда не была обнаружена. В выходные прошли слушания по поводу отсыпки берега для строительства школы на Южном берегу. С самого начала проект учебного заведения стал настоящим камнем преткновения не только местных жителей, но и всех горожан. Одни не хотят повторения ситуации с Абаканской протокой, когда зацвела большая часть реки. Другие парируют тем, что детям попросту негде учиться. Возможно ли золотая середина в такой ситуации, разбирался Денис Козлов. Как это нередко бывает на слушаниях, услышать друг друга мало кто пытается. Особенно если вопрос резонансный и мнение полярное. Сегодня люди пришли обсудить, быть ли школе в микрорайоне Южный берег. Возводить ее планируют на территории пока еще не благоустроенной набережной. При этом пятую часть территории придется досыпать. А значит протока станет уже. Люди боятся, что место превратится в болото. Беспокоимся за нашу протоку. У нас уже пола Абаканской протоки заболоченная. И точно такая же судьба ждет и нашу часть протоки. Мы выступаем за строительство школы, но не хотим, чтобы устроили протоки. А построено в лучшем участке безопасности, подальше от реки. Вот такая наша позиция. Земля у нас есть. Необходимость строительства именно в этом месте пытаются доказать и проектировщики, и представители нескольких управлений. Образование, горхозяйство и архитектуры. Территория микрорайона уже застроена, и глубже есть участки с объединением права третьих лиц на землю. Раньше, когда микрорайон еще только начинали строить, в проекте было сразу две школы. Планы поменяли на нынешние еще в 2011-м при Пимашкове. Но людей, которые помнят былые обещания, такими доводами не проймешь. Да и на их взгляд строить есть где. На месте котлована, где сейчас стоит котлован рядом с КТЗ Сибиряка, где строил Сибиряк. На месте той ужасной коробки, которая стоит на Красрабе, огромный цех, бывший цех, владелец Белый город, власть должна договориться с владельцем, выкупить этот участок и построить там школу. Но есть сегодня и те, кто за строительство. Ведь если детям Южного берега некуда будет ходить, в окрестных школах учиться придется в три смены. Понимаю, что рядом с этим районом, к сожалению, возможности разместить детский сад и школу нет. Ну просто по объективным причинам на сегодняшний день нет. Поэтому тут выбор стоит очень простой. Либо школа будет там, где она предлагается, либо и не будет вообще. Положение патовое. Выкупить участок где-нибудь по соседству якобы не получается. Изымать землю власти права не имеют. Единственный выгод – отсыпать место, соорудить дамбу и подпорную стену. Проектировщики уверяют, что строительство безопасно. Правда, таких же гарантий, что работы не скажутся пагубно на природе, в будущем не дают. Часть пришедших недоумевает, ведь русло углубляли еще при Союзе, чтобы территорию не топило во время паводков. Это специально сделан судостроительный завод. Ровно четыре месяца кран копал и углублял русло. И вот вы сейчас это собираетесь засыпать. Вы это учли. Еще одно «но» – минус один зеленый уголок города. Постройку придется срубить пять сотен деревьев. Пострадают и животные, которые давно обжили эту часть набережной. Не сдавай колонию раздаребельника, то есть очень много гнезд. Просто не будет такой системы, считай, что вот этой вот. То есть там перспективно вообще создание орнотеологического заказника. В итоге, на первый взгляд, в зале против чуть ли не все. За против. Я не могу. За против. 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 Но по факту перевес лишь в 10 голосов. Но и это противники строительства считают победой. 146 человек рекомендуют отклонить. Однако в реальности слушания имеют лишь рекомендательный характер и по сути чуть ли не номинальные. Как говорят в администрации, мнения людей, конечно, примут к сведению, но только представители экологической экспертизы, которая еще впереди и продлится больше месяца. После прохождения государственной экологической экспертизы, последует государственная экспертиза, проектная документация уже в агентстве по госэкспертизе краевом. После того, как мы получим положительное заключение государственной экспертизы на проектно-смертную документацию, будет решаться вопрос о выделении средств на финансирование строительства данного участка. Даже если проект признают опасным для экологии и строить никто не будет, вряд ли число выигравших от этого превысит число тех, кто пострадает из-за того, что детям будет просто негде учиться. В любом случае, если строить в подобных местах, угодить большинству не выйдет, скорее всего, никак. Денис Козлов, Эдуард Баглай, 7 канал. Мзыкова неизвестный избил и ограбил ветерана. Все произошло накануне в одном из многоквартирных домов. Однако сообщение в полицию поступило только сегодня утром. Как все произошло, пока толком не ясно. Однако известно, что грабитель причинил телесные повреждения пенсионеру 1926 года рождения и похитил 20 тысяч рублей. Как только поступил вызов, на место тут же выехали полицейские. Однако предполагаемый преступник скрылся. Пострадавшему пенсионеру оказали медицинскую помощь. Подозреваемого ищут, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Пенсионеру была оказана медицинская помощь. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники МОИ МВД России Березовский, в том числе руководство отдела полиции. В настоящее время с потерпевшим работают оперативники уголовного розыска. Полицейские опрашивают возможных свидетелей и очевидцев происшествия. Ведется розыск подозреваемого. Алексею Стягину, организатору кровавого ограбления инкассаторов, сегодня в Красноярском краевом суде вынесли обвинительный приговор. Его признали виновным по двум статьям. Бандитизм, разбой и далее 11 лет колонии строгого режима. После выхода на свободу Алексей еще полтора года будет находиться под контролем. Кроме ограничения в свободе, есть и материальные санкции. Виновный обязан выплатить по полтора миллиона рублей потерпевшим и возместить ущерб банку почти в 300 тысяч рублей. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить и Стягину наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет со штрафом в размере 120 тысяч рублей с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Напомню, группировка из трех человек в мае прошлого года подстерегла инкассаторов возле банка. Грабители пустили в ход оружие, забрали сумку с деньгами и уехали с места преступления. В «Жигули», на которых они скрылись, бандиты бросили во дворе. Чтобы замести следы, Стягин, которого назвали главарем этой банды, подбросил туда чужие волосы и окурки от сигарет. Инкассаторы при ограблении получили огнестрельные ранения, их повестили в реанимацию в тяжелом состоянии. Этих преступников задержали буквально через несколько дней. И Стягин сразу же заключил соглашение со следствием и рассказал все подробности подготовки. Что касается двух других обвиняемых, их приговор будет оглашен 9 апреля. Правоохранители ищут хозяев контейнеров с химическими отходами, которые обнаружили под Красноярском. Напомню, об опасной находке новости 7 канала рассказывали в конце прошлой недели. Тогда природоохранная прокуратура обнаружила в районе Кузнецкого плато 4 оранжевых контейнера, каждый весом по 200 килограммов. Кому они принадлежат, пока неизвестно. Сейчас их проверяют специалисты различных ведомств. Примечательно, что до этого в том же районе специалисты нашли 7 20-тонных контейнеров с отходами. Тогда ведомство установило, что их еще 31 марта вывезли с полигона Серебристый. Его собственник заявлял, в контейнерах находится Сорбент. Но сегодня глава Росприладнодзора Светлана Родионова на своей страничке в Инстаграм написала, что в некоторых содержатся отработанные литиевые батареи. Что содержится в оранжевых контейнерах, пока изучают. Резкое потепление ждет красноярцев на этой неделе. Уже завтра, 6 апреля, днем в краевой столице плюс 13. Ожидается юго-западный ветер 3 метра в секунду. В ночь на среду за окном также плюсовая температура. 2 градуса выше 0, днем плюс 8. Синоптики обещают дождь, он продлится и в четверг. 8 апреля ночью 0 градусов, днем плюс 7. Ниже 0 столбики термометра опустятся в ночь на пятницу. 9 апреля в темное время суток минус 1, днем плюс 8. Также продолжится дождь. А вот выходные будут пасмурные, но без осадков. В субботу ночью минус 3, днем плюс 7. И чуть теплее днем воскресенья. 11 апреля в Красноярске плюс 9 и небольшой восточный ветер 2 метра в секунду. Сильно вырастет атмосферное давление. Тему мониторинга и оценки качества воздуха, поднятых в специальном репортаже моей коллеги Дины Володиной, Красноярск – самый грязный город на Земле, горожане продолжают активно обсуждать и в социальных сетях, и на площадках электронных средств массовой информации. Наши коллеги из издания НГС-24 сегодня опубликовали то, что им показалось интересным. Это мнение телеоператора Александра Усатенко в Facebook публикации Дины по этой теме. В последнее время слишком часто были разговоры о том, что Красноярск – самый грязный город на Земле, и мы с коллегами решили проанализировать эту ситуацию несколько недель. Мы готовили большой специальный репортаж. Он вышел в эфир и получил большой отклик. И теперь мы решили, что еженедельно по вторникам будем рассказывать нашим телезрителям, жителям города, о том, чем мы дышим, каким воздухом, если при решении будем анализировать мониторинг окружающей среды вместе с научным сообществом и общественниками. Рубрика «По вторникам» будет называться «Что с воздухом?». Теперь каждую неделю «По вторникам» смотрите в вечерних новостях седьмого канала постоянную рубрику «Что с воздухом?». Мы будем рассказывать о том, чем мы с вами дышали в прошедшие семь дней, были ли превышения предельно допустимых показателей и в каких конкретно районах, с чем это связано и как исправить. Завтра в 19.30 в новостях на седьмом канале. Не пропустите. В Красноярске уже заработали пункты проката самокатов. Сезон открылся раньше обычного из-за теплой погоды, чем красноярцы охотно воспользовались. Свободными самокаты долго не простаивают. По этому случаю дорожные полицейские напоминают, что передвигаться на них можно исключительно по пешеходным дорожкам и площадям. Но только если мощность мотора меньше 250 ватт. С прошлого года электросамокат с мощностью двигателя 250 ватт и больше относится к мопедам. Соответственно, для его управления необходимо получить права категории М, обучение на которую возможно с 16 лет, а также иметь в наличии мотошлем. В случае, если эти условия будут проигнорированы, то катающегося либо его родителей ждет штраф, а самокат отправят на штрафстоянку, даже если он взят на прокат. Штраф за управление транспортным средством без водительского удостоверения, то есть лицом, не имеющим права управления, составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Также в отношении собственника транспортного средства, в данном случае это родители, которые передали, например, электросамокат своему несовершеннолетнему ребенку, заведомо зная, что он не имеет права управления, штраф в этом случае составляет 30 тысяч рублей. Транспортное средство помещается на специализированную стоянку. Новая рабочая неделя ознаменовалась очередным снижением показателей по коронавирусу. За сутки болезнь обнаружили у 120 жителей региона. Причем по краю случаи буквально единичные. Больше десятка заражений только в Минусинске, Ачинске и Красноярске. Кстати, в городе Миллионники сосредоточена основная часть заболевших. За сутки здесь выявляют чуть больше трети от всего количества инфицированных. Так, сегодня коронавирусом заразились 43 жителя краевой столицы. Темпы выздоровления в регионе прежние, едва отстающие от темпов заболевания. Смертность также на прежнем уровне. Вновь за сутки болезнь унесла жизни 10 жителей края. Хирурги из Красноярска начали делать операции с использованием экзоскелета. Устройство такого рода используют на промышленных предприятиях. Экзоскелет, который сейчас испытывают наши медики, снижает нагрузку на ноги и позвоночник. Ежедневно хирургам приходится по много часов проводить операции, стоя на ногах. А это серьезное физическое испытание. В будущем такая работа приводит к профессиональным заболеваниям. Благодаря новинке врачу можно разгрузить ноги, поясницу и занять удобное положение. Кроме того, в нем даже можно ходить и подниматься по лестнице. Конструкция легкая и быстро подгоняется под рост человека. В Красноярске вновь заработал информационный центр для обманутых дольщиков. Там они могут бесплатно получить консультацию по интересующим их вопросам. Как туда обратиться, об этом в материале Елисея Савлюка. Надежда, конечно, есть, но мы уже люди, прошедшие столько лет, верим уже только в строительную технику. Алексей привык верить в лучшее, несмотря на то, что однажды его уже обманули. Мужчина купил квартиру в строящемся доме еще 6 лет назад. А дальше все по сценарию. Сдвиг сроков, обещания застройщика, а это монтаж, строй, дострой, дом и банкротство. Долгое время проблема не сдвигалась с мертвой точки. Юристы, к которым обращался мужчина, только брали деньги и исчезали. Алексей уже отчаялся увидеть свою новую квартиру, пока не обратился в информационный центр для дольщиков. Сейчас у нас идет проектирование, у нас проектная организация выиграла конкурс на той неделе. И сейчас они будут осуществлять очень большую работу. Потому что дома долгий период стояли без охраны, без строителей. И после этого будут разыгрывать тендер на строительство домов. Как было вышесказано, это произойдет. Это точка 16 сентября этого года. К этому моменту должно быть данный этап закончен. А после начнется достройка домов. Информационный центр службы стройнадзора и жилищного контроля работает уже 4 года. Но на время пандемии пришлось приостановить личный прием граждан. С сегодняшнего дня его возобновили. Специалисты центра говорят, их задача помочь обманутым дольщикам, чтобы свои квартиры они увидели как можно скорее. В настоящее время в единый реестр проблемных объектов включено 93 объекта. 19 объектов. По ним уже принято решение и граждане получили свое возмещение. Цифра эта значительная. То есть там порядка больше двух тысяч человек, которые это возмещение получили. Всего в так называемой дорожной карте более пяти тысяч обманутых дольщиков. В информационном центре всем им объясняют, на каком этапе строительства находится дом, когда его достроят, какие выплаты положены людям и как и куда обращаться, чтобы их получить. Кроме того, сейчас достраиваются дома номер 1 и 2 по улице Шевченко. Ключи от своих новых квартир дольщики могут получить уже через 169 дней. Работа ведется и по другим объектам. Это помимо Шевченко-1, Шевченко-2, это один дом у нас в Сосновоборске, там три секции идет на достройку. Это Емельяновская Слобода, и это Аркистрой Емельянская Слобода в Октябрьском районе, и Аркистрой М это на Вадоке Цхавели. Вот этих пять домов сейчас находятся у нашего регионального фонда, который был создан специально для этих целей, для взаимодействия с федеральным, и именно для достройки этих домов. Записаться на личный прием в информационный центр можно по телефону 273-02-59. После этого нужно будет приехать в офис на Парижской коммуны 33. Там вам бесплатно помогут специалисты. Если же вам нужна только консультация, звоните по телефону 212-50-34. Елисей Савлюк, Дмитрий Комаров, 7 канал. Константина Егорова, исполнительного директора строительной компании «Сибиряк» и сына владельца компании Владимира Егорова, этапировали в Красноярск. Его задержание связано с расследованием уголовного дела по факту мошенничества при поставке медицинского оборудования в Красноярскую клиническую больницу. Бизнесмен обвиняют в том, что при исполнении контрактов его фирма поставляла дешевое и недоброкачественное оборудование. Оно может представлять угрозу для жизни пациентов. На дачном участке площадью в 6 соток у Егорова изъяли 170 тысяч долларов, около 2 килограмм золота и 2 автомобиля по 28 миллионов рублей. Суд принял решение заключить Константина под стражу в СИЗО на 2 месяца. Расследование продолжается. Заместителя службы стройнадзора и жилищного контроля задержали полицейские. Его подозревают в получении взятки. По информации правоохранителей, в 2019 году мужчина предложил директору одной из управляющих компаний отремонтировать его квартиру. За отказ он пригрозил штрафами. Директор жилищной организации согласился и оплатил работы на сумму в 250 тысяч рублей. Сейчас краевые исследователи возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом в крупном размере». Подозреваемого задержали. В его кабинете и дома провели обыски. Следствие планирует просить у суда заключить чиновника под стражу. Более четырех сотен ценных исторических находок обнаружили археологи на месте строительства пешеходного перехода на улице Карла Маркса. После сноса аварийного перехода в 2015 году на одной из его сторон выявили объекты археологического наследия Красноярского острога. С начала марта этого года в котловании будущей строительной площадки начались раскопки. Находки, в частности элементы торговых лавок и множество медных монет, начиная от эпохи Екатерины Второй до эпохи Николая Первого, а также кусочки китайского фарфора, серьги и несколько наперсков – все это указывает на то, что именно здесь были торговые ряды Старобазарной площади. Перед нами остатки деревянных построек с завалами кирпичных печей. Это, скорее всего, подземная часть, так называемые подклеты этих построек. Верхние части не сохранились, потому что все-таки эта территория, она была подвержена значительно техногенной нагрузке. Что интересного было обнаружено? Ну, характерно для, скажем так, питейного заведения потеряшки – это фрагменты стеклянных штофов, содержащих хлебное вино, ну, водку. Во время раскопок выявили наличие слоев эпохи Палеолита. Это 18 тысяч лет назад. Раскопки продолжатся до 19 апреля, а после начнется возведение пешеходного перехода. Уже к концу года здесь, в районе Стрелки, возведут мост, который соединит музейный центр «Площадь мира» и филармонию. Лимузин из трех старых автомобилей собрали красноярские студенты. Эта история началась еще пять лет назад, но к реализации парни приступили только в конце января. Боялись. Две ретро-машины ребята купили за пять тысяч рублей, а позже нашли каркас автомобиля 92-го года. Из него вырезали все лишнее, поставили двигатель от мотоцикла, педали, салон обшили ковром, сделали подсветку, соединили все три корпуса и получился автомобиль-лимузин. Только по дорогам ездить на нем нельзя, закон не позволяет. Ведь собран он участниками клуба «Ретро Гайз Гараж», а не профессионалами. Теперь машина стала настоящим экспонатом. Другой такой нет. Ее можно брать в аренду для фотосессий. Также авто будут показывать на выставках. Есть еще мысли на будущее. Ее доделывать, потому что она хоть и выглядит уже как целостная, но по дизайну есть еще мысли. А что хотите сделать? Возможно, каллиграфию. Это что такое? Это сейчас модное движение, когда машину и не только автомобиль расписывают такими толстыми маркерами. Белые медведи открыли купальный сезон в Роевом ручье. С наступлением теплых апрельских дней в парке «Флора» и «Фауны» бассейны мишек наполнили водой. Белые медведи – большие любители водных процедур. Когда наполнили бассейны, они почти целый день провели водой. Теперь ежедневно в 14.00 гости парка могут видеть, как медведям в бассейн запускают рыбу. По словам сотрудников, зоопарка делает это не столько для кормежки, сколько ради развлечения. И понаблюдать за ними теперь может любой желающий. Правда, стоит напомнить, что медведи очень любят брызгаться. Белые медведи очень любят купаться. И когда свершилось это чудо, температура установилась стабильная, наполнили бассейны водой, и радость была как у детей. То есть, когда допускают до любимого развлечения, то есть, уже не обращают внимания на время, на питание. То есть, главное, чтобы покувыркаться, получить тот заряд эмоций, который действительно медведи реально показывали. То есть, это уникальное событие для них получается, и для нас, как посетителей, когда можно видеть эмоции. С 1 апреля изменились правила предоставления выплат на детей от 3 до 7 лет. Кому они положены, кто и почему может их лишиться? Поговорим с заместителем министра социальной политики Красноярского края Денисом Богдановым. Дилис Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что повлияло на вот это изменение, зачем и какие новые правила теперь? Ну, вы знаете, безусловно, основная причина вот этих внесенных изменений, это, конечно, повышение адресности предоставления вот этой ежемесячной выплаты. То есть, речь идет о том, чтобы это пособие, эту выплату получали действительно те семьи, которые в ней нуждаются. Я напомню, что в прошлом году действительно такая норма была введена. Была установлена вот эта ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет включительно. Причем это касалось тех семей, в которых невысокий доход, то есть среднедушевый доход на члена семьи не должен был превышать прожиточного минимума для того, чтобы у семьи возникло право на эту выплату. И, соответственно, опять же, говорить, если я про прошлый год, то размер такой выплаты ежемесячной составлял 50% величины прожиточного минимума. Я приведу пример. Например, для города Красноярска такой размер выплаты составлял 6 219 рублей в месяц. То есть это как раз половина прожиточного минимума. А теперь, что касается внесенных изменений. Его соответствующие изменения были внесены в указ президента. Затем 31 марта были внесены изменения в федеральное постановление правительства. Во-первых, ну, скажем так, ранжируется размер этой выплаты. То есть базовый размер остается также 50% величины прожиточного минимума. Но при назначении такой выплаты, то есть при наличии права у семьи и назначении в размере 50%, скажем так, проверяется среднедушевый доход семьи с учетом вот этой выплаты, назначенной в размере 50%, достигает ли среднедушевый доход величину прожиточного минимума. Если он не достигает, то, соответственно, тогда этот размер увеличивается до 75% величины прожиточного минимума. И опять же сравнивается с прожиточным минимумом. Если и в этом случае среднедушевый доход семьи не достигает величины прожиточного минимума, то, соответственно, ее размер устанавливается 100% прожиточного минимума. То есть, ну, ее величина будет как раз равна именно величине прожиточного минимума. То есть на сегодняшний день это, например, для города Красноярска 13 309 рублей. Это вот предельный размер этой выплаты именно для тех, кто проживает в южно-центральных районах Красноярского края. Это так, чтобы для понимания. Значит, если средний душевой доход порядка 6 500, значит 50% от этой суммы, еще 6 с небольшим, и смотрят о том, что есть ли вот 13 309 или нет. Ну, я уж совсем грубо. Да, если более, скажем так, точнее говорить, то сам размер выплаты ставится в зависимость от прожиточного минимума для детей. У нас для разных социально-демографических групп определяется. И то, что я говорил, это как раз прожиточный минимум для детей. А при определении права, то есть с чем сравнивается средний душевой доход семьи или совокупный доход семьи, это прожиточный минимум на душу населения. Вот на сегодняшний день прожиточный минимум на душу населения 12 702 рубля. Ну, это, опять же, применительно городу Красноярску. И, соответственно, если доход на одного члена семьи не превышает вот эту величину 12 702 рубля, то при соблюдении остальных условий, то у этой семьи может возникнуть право на эту выплату. При этом ее размер, как я уже сказал, это, если полный прожиточный минимум, то 13 309 рублей на сегодняшний день, а половина прожиточного минимума это чуть более 6 650 рублей. 75% соответственно это около 10 тысяч рублей. И так далее до 100% все это высчитывается. Да, конечно. Это вот такой получается поэтапный расчет для каждой конкретной семьи от величины вот этой ежемесячной выплаты. Что необходимо сделать для того, чтобы был пересчет или начать получать этот выплат? Необходимо подать соответствующее заявление. То есть это можно сделать так же, как и в прошлом году, безусловно, обратившись на единый портал государственных услуг. То есть нет необходимости лично обращаться в органы соцзащиты по месту жительства. Ну, понятно, что можно прийти лично и в органы соцзащиты по месту жительства. Это территориальное отделение нашего краевого учреждения управления соцзащитой населения. Можно также обратиться в многофункциональный центр. Но, повторю, что, безусловно, это можно сделать через единый портал государственных услуг. И, опять же, практически все документы и сведения, необходимые для назначения этой выплаты, будут запрошены органам соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия. И здесь же необходимо сразу сказать еще об одном существенном условии, которое вновь появилось. Это то, что теперь при определении права на эту выплату учитывается, ну, назовем его так, имущественная обеспеченность каждой конкретной семьи. То есть не только уровень доходов, но и то, что еще у семьи есть в собственности. Недвижимость, транспортные средства и так далее. То есть, безусловно, в совокупности у семьи может быть квартира, жилой дом, дача, земельный участок, гараж, автомобиль, мотоцикл. И это не препятствует для назначения этой выплаты. Но, например, если есть в собственности семьи или членов семьи еще одна квартира, то тогда, безусловно, вот по действующему уже порядку будет учитываться величина квадратных метров на одного человека. Например, она не должна превышать 24 квадратных метра на человека. С учетом всей имеющейся недвижимости. Да, но при этом, опять же, есть много нюансов тут, понимаете, то есть действительно нужно будет с каждой конкретной семьей предметно выяснять и уже давать комментарии каждой конкретной семье. Потому что, например, если имеется в собственности второе жилое помещение, но, например, доля там одна треть или менее, она вообще не будет учитываться. То есть очень много нюансов действительно. А если ветхоаварийная? То же самое. То есть я говорю, нужно... В каждом конкретном случае. Поэтому я действительно рекомендую тем, кто получает эту выплату, обратиться с заявлением о перерасчете и уже, соответственно, получить какое-либо решение. Здесь же я хотел бы еще по срокам сказать, что действительно после поступления заявления срок для принятия решения – это 10 рабочих дней. В случае поступления в течение этого периода всех необходимых сведений, если же они не поступили в течение этого срока, то, опять же, по действующему порядку, срок принятия решения может быть увеличен еще на 20 рабочих дней. И, соответственно, даже по тем заявлениям, которые поступили, они уже сейчас поступают у нас с 1 апреля, решение принято, например, положительное в апреле этого года, то, соответственно, по предусмотренным нормам выплата должна быть произведена не позднее 26 числа следующего месяца. То есть, соответственно, уже в повышенном размере семья получит эту выплату, ну, уже, скажем так, после 20 мая. Такой порядок. Денис Валерьевич, понятно, что в отведенное у нас время не все вопросы можно обсудить. Здесь, наверное, такие самые вопросы, которые волнуют жители. И один из них – это если сейчас назначено пособие, получают, и вот по-новому они, скажем так, попадают или не попадают, допустим, не попадают. Будут ли они до завершения назначенного пособия, которое сейчас действует, получать его или они его лишатся? Да, безусловно, это тоже существенная норма. То есть, например, у какой-то конкретной семьи назначена эта выплата, ну, предположим, по июнь 2021 года. Конечно, они сейчас могут обратиться с заявлением о перерасчете. Соответственно, с учетом поступивших всех сведений, о которых я уже сказал, Управлением Союза защиты будет принято решение либо о перерасчете. Если же, исходя из тех данных, которые поступят, не окажется оснований для перерасчета, то есть будет отказ, при этом у этой семьи право, которое было определено по июнь 2021 года на эту выплату, то есть в размере половины прожиточного минимума, оно сохранится. То есть до конца назначенного срока эта семья будет получать в том размере, который был определен в прошлом году. И вот еще одно, это новый термин, или уж определение такое, как нулевой доход. Мы уже в первой части нашего разговора говорили о том, что какие категории уходят, какие не уходят. Что такое нулевой доход, если очень коротко? Если очень коротко, это речь идет о том, что, опять же, из той практики, с которой столкнулись многие субъекты в прошлом году при назначении этой выплаты, возникали такие ситуации, когда поступали сведения, о нулевом доходе у, скажем так, трудоспособных членов семьи. Но поскольку действовавший порядок не предусматривал никаких ограничений, то эта выплата назначалась, исходя из нулевого дохода. Но с учетом внесенных изменений, вот появилось, как вы сказали, так скажем, принцип нулевого дохода. То есть трудоспособный человек должен представить все равно сведения о доходах, от трудовой деятельности, от индивидуальной предпринимательской деятельности, может быть, получение пенсии и так далее, и так далее. То есть он должен подтвердить свою нуждаемость и, соответственно, низкие доходы. Поэтому, если же поступает в рамках межведомственного взаимодействия сведения о том, что у него нулевой доход, то на сегодняшний день это будет являться основанием для отказа. Хотя при этом есть ряд исключений. Хотя бы одно. Хотя бы одно. Например, это за ребенком ухаживает единственный родитель. Либо уход за ребенком до трех лет, либо уход за ребенком в многодетной семье. Ну и так далее, и так далее. Достаточно большой список этих исключений, по которым действительно в семье есть объективные причины отсутствия доходов. И, соответственно, они также могут претендовать на эту выплату. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что сегодня в студии мы говорили с заместителем министра социальной политики Красноярского края Денисом Богдановым. И теперь информация о погоде. Во вторник, 6 апреля, в Красноярске переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ночью минус 1 градус, днем до плюс 13. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2 900-333. Присылайте фото, видео и текстовые сообщения на нашей вайбер-вотсап. Номер 8 391 2 900-333. А также следите за нами в социальных сетях. В студии для вас работал Евгений Петренко. Далее смотрите «Место силы», узнаете, как сейчас развивается промышленность в крае и какие новые предприятия появятся в этом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова